Европа во власти суровых морозов. В снежном плену оказались сразу несколько стран. Из-за рекордного понижения температуры обострились и экологические проблемы. Пока одни борются за сокращение вредных выбросов, жители бедных венгерских деревень продолжают сжечь резину и пластик в домашних печах, чтобы согреться. Жители венгерской деревни жгут мазут и пластик для того, чтобы обогреть свои жилища в сильные морозы. 28-летний Золтенберки встает рано утром, чтобы растопить печь. В огонь бросает все, что смог найти в лесу. Обертки от шоколадных батончиков, пластиковые бутылки, пакеты из-под молока. И не важно, что это вредит экологии. Главное согреться. На покупку дров у семьи нет денег. Если мы закупим дров на месяц вперед, то нам не на что будет приобретать еду. Поэтому я хожу в лес и собираю мусор. Всю пластмассу и резину мы тоже сжигаем, ведь они дают тепло. Ходить на такую охоту нельзя. Соседи увидят. Да и запах сильный. Поэтому приходится топить ночью. Соседи Золтена обогревают свои дома также. Плотный смок и запах сжженной резины – неотъемлемая часть жизни в бедных венгерских деревнях. На эту проблему Будапешту уже указывал суд Европейского Союза. В долине реки Сайо многократно превышен уровень предельно допустимых выбросов в атмосферу. В Венгрии за это могут грозить миллиардные штрафы. Но решить проблему не удается. Страна находится на третьем месте в ЕС по смертям, связанным с плохой экологией. Загрязнение воздуха приводит к смерти 13 тысяч граждан Венгрии ежегодно. Почти миллион человек страдает от ухудшения самочувствия и еще миллион обращается за медицинской помощью. Все это бьет и по экономике, и по потенциалу страны. Согреться жители венгерских деревень пытаются также добывая кустарным способом уголь. Еще один источник энергии признанный вредным для окружающей среды. Добыча угля вручную – дело опасное и грязное, но выбора нет. Впрочем, день у мужчин выдался удачный. Помимо угля удалось раскопать еще и пропитанные мазутом старые шпалы. По официальным данным, за последние годы Венгрия все же снизила выбросы вредных веществ в атмосферу. Но экологи утверждают, что страна все равно зачастую применяет зеленые технологии только на бумаге.